Сегодня в Белоруссии вручили награды Пекинской Олимпиады 2008. Легкоатлетам Ивану Тихону и Вадиму Девятовскому торжественно вернули медали, которые они завоевали еще два года назад. Эти серебро и бронзу пришлось завоевывать дважды. Сначала на Олимпиаде, а потом на протяжении 17 месяцев в Международном арбитражном суде, доказывая, что они не применяли допинг, и победа досталась им по праву. С олимпийскими призерами встретился наш корреспондент Георгий Гривиной. Обычно говорят, награда нашла героя. Здесь почти наоборот. Герои нашли, а точнее вернули награды. С учетом того, что Вадим Девятовский и Иван Тихон молотобойцы, можно сказать, отбили медали у международных спортивных чиновников. Хотя в это мало кто верил. Мы с Вадимом единственные, которые верили окончательно. У других были сомнения, потому что действительно большая организация, против которой тяжело бороться. Это первое. Ну, первое, что было мысль какая, у двух одинаковых людей невозможно быть одинаковых результатов. То есть не одинаковых, а разных людей невозможно быть одинаковых результатов. А дальше просто работали специалисты. Вадим Девятовский из 33 лет жизни 24 с этим молотом не расстается. Порой больно и всегда тяжело. То молот в четвертом повороте перед финальным усилием достигает напряжения в пальцах и на все тело 400 килограмм. Понятно. И так каждый день. И так каждый день, два раза в день. Два года назад в Пекине судьба, казалось, его вознаградила олимпийским серебром. Еще один белорус, Иван Тихон, взял бронзу. Но радовались недолго. Молотобойцев обвинили в применении топинга. От соревнований отстранили, медали пришлось вернуть. То, что молот, это спортивный снаряд огромной пробивной силы, Вадим Девятовский уже доказал своими результатами на спортивных соревнованиях, в том числе и заработав олимпийскую медаль. Но и сам молотобоец, как выяснилось в пробивном плане, тоже далеко не помах. Это доказал он сам в течение двух лет упорной борьбы смог завершившейся его победой. Вадим говорит, пошел в суд, потому что знал, что прав. Точнее, был уверен, что допинг-офицеры просто перепутали пробирки с анализами и чей-то чужой допинг приписали ему. 17 месяцев изнурительного процесса. Экспертизы, анализы, заседания. И все это при личном участии Девятовского. Сейчас на тренировке он крутит вокруг себя цепь с двумя гирями по 20 килограммов каждая. По его признанию, в суде было во много раз тяжелее. Порой Надежда почти задыхалась. В Минском аэропорту встреча победителей. Английский адвокат Майк Морган, специалист как раз по допинговым делам, называет дело Девятовского высшим достижением в своей карьере. И удивляется, у него никогда не было такого клиента. Молотобоец, юрист по образованию, да еще и такой упертый. Самое трудное было доказать судьям, что допинг-пробы не идентичны. То есть ученым сразу стало очевидно анализы взяты у разных людей. Но ведь судьи не ученые, а юристы. Пришлось собрать очень много бумаг, но все-таки мы сумели доказать, что правы. После тренировки он идет в ночной клуб, но не развлекаться, работать. Депутатного Полоцкого горсовета Девятовский проводит кастинг участников предстоящего музыкального фестиваля. Потом готовится ко встрече с трудными подростками. Говорит, эта внетренировочная нагрузка не общественная, а душевная. Тем более на таких встречах как раз читает свои новые стихи. В жизни можно много потерять. Потерять победу, не дождавшись. Важно лишь себя не проиграть. Под указкой черни, оказавшись. Оставить медали дома или, например, сдать их в музей, спортсмены пока не решили. Но точно знают, сами становиться музейными экспонатами не собираются. Говорят и дальше. Будем ковать медали своим молотом. Георгий Гривин, Игорь Мичкин и Павел Антонов, МТВ, Новополоцк, Минск, Беларусь.